Всем привет! Сегодня я снимаю видео о покупках из магазина FixPrice. И знаете, как-то в последнее время меня данный магазин совершенно не радует. Ничего новенького не появляется. Ассортимент один и тот же. И вот те покупки, которые я сегодня совершила, это, можно сказать, мой базовый набор. Мои повторные покупки, кое-что для дома, из бытовой химии. То, что я покупаю уже не в первый раз. Из новенького у нас появились вот такие настенные часы. Стоимость их 99 рублей. Размер 19,5 см. Мне понравилось то, что циферблат данных часов выполнен не из пластика, а из стекла. В целом, такой приятный, милый дизайн. Почему бы и нет за такую бюджетную стоимость, я решила, что такие часы у меня должны быть. А также в магазине FixPrice часто покупаю средства для мытья посуды от компании Biolan. Мне нравится эта жидкость для мытья посуды. Она хорошо справляется с загрязнениями, борется с жиром. На самом деле, практически ничем не отличается от более дорогих аналогов. У меня были и корейские жидкости для мытья посуды, и японские. И знаете, как-то в итоге я не особо увидела разницу и решила покупать именно Biolan. Он получается очень бюджетный и надолго хватает. Девчонки, советую, присмотритесь. На пробу решила купить кондиционер для белья от компании Vistar. Здесь объем 1 литр, аромат Дикая роза и почули. В итоге аромат из упаковки ощущается приятным, но у компании Vistar, именно у кондиционеров, есть такая проблема, что из упаковки аромат звучит приятно, а на белье после стирки раскрывается как-то не в лучшую сторону. Надеюсь, у данного кондиционера такой проблемы не будет. Я, конечно, не ожидаю от него каких-либо чудес. Мне достаточно, чтобы просто смягчал немножко белье и придавал приятный аромат. Но в пустых баночках поделюсь своим мнением, как он мне понравится или нет. Постоянно покупаю влажные салфетки от компании KT. На этот раз я взяла детские, 80 штук в упаковке. Мне нравится то, как они пропитаны. Они не маленькие по размеру, достаточно такие большие. Прекрасно справляются со своими задачами. Почему бы и нет, получается выгодно и качество у них отличное. Также я взяла еще одну упаковку салфеток. Для меня это будет в новинку. Это антибактериальные салфетки. Содержат алантаин, депантенол, гипоаллергенные. Оно, думаю, будет работать точно так же. В магазине FixPrice я купила бумажные платочки. Вот таким образом они выглядят. В упаковке 10 штук с ароматом клубники. Я уже одну штучку вытащила и сейчас пользуюсь. Мне понравились данные салфетки по качеству. Они плотные, они имеют наиприятнейший аромат клубники. И получается, что в FixPrice самая выгодная цена на такие носовые, бумажные, как хотите их называйте, платочки. Очень советую, мне понравились. Следующая покупка из магазина FixPrice. Сейчас, девчонки, немножко пошуршу. Тоже моя стандартная обычная покупка. Спонжик для умывания. Три штуки в упаковке. Стоимость 53 рубля. Я такими спонжиками не умываюсь. Я смываю маску. С лица получается быстро. Стоимость одного такого спонжика в косметическом магазине в районе 30-40 рублей. Здесь, вы как понимаете, получается намного дешевле. По качеству они хорошие. Они очень долго не выходят из строя. Они мягкие при соприкосновении с водой. И хорошо работают. Очень советую, девчонки, кто еще не пробовал, обязательно присмотритесь. На следующая моя покупка тоже неоднократно покупала. Это перчатки хозяйственные. 10 штук в упаковке. А знаете, как-то перчатки в последнее время стали немного хуже по качеству. Именно от компании Home Collection, от компании Boon Home, которые я покажу следующие. Они стали быстро выходить из строя. Стали как-то рваться. Но все равно покупаю Fixed Price. Просто потому, что именно в этом магазине я почему-то вспоминаю, что у меня нет перчаток хозяйственных. Парадокс. Но, девчонки, на самом деле, я бы их не советовала. И также от Boon Home, как я и говорила, тоже приобрела перчатки резиновые. Здесь в упаковке две пары, размер S. Цена на них выходит очень даже доступная и бюджетная. Но, повторюсь, качество как-то в последнее время подводит. Следующая моя покупка тоже повторная. Быстренько покажу. Вот такие женские штучки. Девчонки, покупаю уже не в первый раз. И я думаю, буду покупать и дальше. Следующая покупка из разряда баловства. Ракушки декоративные. Вот таким образом они выглядят. Ой, мне так они нравятся. Я думаю, буду использовать их для декорирования, для фотографий. Но найду применение. Вот такая вот вещь. И остались у меня продуктовые покупки. Их совершенно немножко. Во-первых, у нас наконец-то появился чай Greenfield. Черный чай, пакетизированный. 25 пакетиков. В супермаркете стоит в районе 80 рублей. Как вы понимаете, фикс прайс 53. Мне нравится именно Greenfield чай. Он такой крепкий. Он яркий. Именно по вкусу, по цвету. Постоянно мы его покупаем. И вот наконец-то фикс прайс появился. Теперь будем покупать еще и там. Следующая тоже моя повторная, девчонки, покупка. Но я вам ее ни разу не показывала. Это вот такое вот драже в какао. Очень вкусное драже, хочу я вам сказать. Здесь арахис в шоколадной глазури. Очень вкусное, но, конечно, суперкалорийное. 350 грамм. По чуть-чуть в качестве перекусов можно себе устраивать. Можно себе позволить. Мне нравится. Хватает на очень и очень долго. Лично у меня с чаем. Обалденная вещь. Тоже советую. Что еще я купила в фикс прайс? Это будут соки. Соки небольшие, по 0,2 литра. Первые сады придонья. Сок яблока прямого отжима. Следующий сок. Вот такой Angry Birds. Стелла. Ягоды и фрукты. Ой, что же это за компания у нас такая? Честно сказать, раньше как-то я не видела такой сок в продаже. Покупаю такие соки для себя, для своего использования. Я сейчас на данный момент учусь. И просто на, скажем так, в перерывах между парами не всегда бывает время сходить куда-то в кафе, в столовую. А вот, например, такой сок и шоколадка очень часто в течение дня спасает. Конечно, это неправильное питание, но деваться некуда. Времени просто-напросто нет. И последний сок, который я покажу, это уже мой. Яблоко-банан. Хороший, кстати, сок. Я такой покупала, по-моему, в большом объеме. Мне он понравился. Также FixPrice я купила два Orbit. Тоже бросить с собой в сумочку. Почему бы и нет? Обычно я покупаю мятные вкусы. Не знаю, мне они как-то больше, что ли, нравятся. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте свои комментарии. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok